О Дэвиде Бо и сегодня говорили участники церемонии «Золотой глобус». Престижные кинопремии вручили в Америке. Одну из главных наград получила лента «Марсианин», в которой звучит песня британского музыканта. Церемония была эмоциональной, суперзвезды не скрывали чувств победителей. Также определяли на красной дорожке модное состязание за звание королевы стиля. Облески таланта и бриллиантов в репортаже Жанны Агалаковой из Лос-Анджелеса. Ведущий церемонии Рикки Джервейс, известный острым языком, начал с того, что пообещал быть любезным, но тут же нарушил свое обещание. Тихо, тихо, вы накачанная таблетками и сексуально озабоченная пена. Я хотел произнести это и потом спрятаться, так что даже Шон Пен меня бы не нашел. Шон Пен, чье интервью с мексиканским наркобароном по прозвищу «Коротышка» наделало шуму и даже, говорят, помогло выйти на след знаменитого преступника, на церемонии блестяще отсутствовал. Зато присутствовали сотни других. Джимми Ли Кертис пришла со взрослой дочерью, Сильвестр Сталлоне со всем своим семейством. Дженнифер Лопес появилась в желтом, со смелым разрезом. Кейт Бланшетт выбрала нежно-розовое, с кружевами и бахромой. Дженнифер Лоуренс – ярко-красное и ослепительное бриллиантовое колье. Было много белого, золотого, открытых плеч, обнаженных спин и головокружительных декольте. На градуснике всего плюс 14, но Голливуд держит марку при любой погоде. С 44-го года, когда Ассоциация иностранной прессы впервые раздала свои награды, «Золотой глобус» стал одной из самых престижных кинопремий, которые раздают в неформальной обстановке почти домашнего застолья. Больше всех наград собрал фильм «Выживший». История охотника, брошенного выживать зимой в одиночку в диком лесу. Три «Золотых глобуса» – лучший фильм, лучшая мужская роль и лучшая режиссура. Это были самые сложные съемки в моей жизни, и я благодарен своей команде за поддержку. Мы столько месяцев работали в холоде и очень тяжелых условиях, чтобы этот фильм получился. Но мы все здесь хорошо знаем, что боль проходит, а фильм остается навсегда. Леонардо Ди Каприо сыграл в этой картине свою, пожалуй, лучшую и самую сложную роль. «Звездный зал» аплодировал ему стоя. Я хотел бы посвятить эту награду всем коренным народам, представленным в этом фильме. Для нас пришло время узнать вашу историю и защитить ваши родные земли от корпораций и людей, которые пытаются их использовать. Пришло время услышать ваши голоса, чтобы сохранить эту планету для будущих поколений. Лучшей комедией стал «Марсианин». Хотя то, что фильм попал именно в эту категорию, удивило многих, и даже режиссера Ридли Скотта. Мэтт Дэймон, сыгравший в картине главную роль, также получил награду как лучший комедийный актер. Лучшей драматической актрисой стала Бри Ларсон, снявшаяся в ленте «Комната». Лучшей комедийной назвали Дженнифер Лоуренс за фильм «Джой». Сильвестру Сталлоне устроили овацию. Его наградили за Рокки Бальбоа. Впервые актер сыграл эту роль 39 лет назад, когда она была в фильме главной. А «Золотой глобус» получил как актер второго плана в картине «Наследие Рокки». Я хочу поблагодарить моего воображаемого друга Рокки Бальбоа за то, что он лучший друг на свете. Биографическая картина Стив Джобс получила два «Золотых глобуса» за сценарий и лучшую женскую роль второго плана. Она досталась Кейт Уинслет, которая обошла Джейн Фонда и Хелен Мирон. Ведущий потягивал пиво прямо на сцене и актуально острил. Ева Лангория и Америку Феррера, например, представил как женщин, которых Дональд Трамп ждет не дождется, чтобы депортировать, когда станет президентом. Леди Гага едва не прослезилась на сцене. Одна из самых эпатажных певиц получила награду за роль графини в телесериале «Американская история ужасов». Мечта, как выяснилось, сбылась. Благодаря вам я смогла засиять. Спасибо, что поделились со мной своим талантом. Я хотела стать актрисой до того, как стала певицей, но музыка пришла ко мне раньше. Леди Гага стала королевой в соцсетях. Вторым, по упоминанию, Леонардо Ди Каприо, которому все пручат Оскар. У него была самая мощная группа поддержки даже среди коллег. Актер Йона Хилл, например, вышел на сцену в «Маске медведя», с которым Ди Каприо пришлось бороться в фильме. Для Ди Каприо это уже третий «Золотой глобус», что повышает его шансы, хотя и не гарантирует, на получение заветной золотой статуэтки Американской киноакадемии. Актер пять раз номинировался на Оскар. Быть может, в этот раз ему наконец-то повезет. Список номинантов будет объявлен уже через четыре дня. Жанна Агалакла, Борис Леонов, Дмитрий Матюшин. Первый канал. США. Субтитры создавал DimaTorzok